сейчас немного измерения хочу показать вам кривую импеданса этой акустической системы это очень важно для понимания устройства резонатора фазоинвертора то есть что можно ожидать по низким частотам от этой системы насколько она линейные так далее для этого я соединил колоночку со звуковой карты через какую-то коммутацию не так важно и в измерительной программе покажу вам на что похоже кривая импеданса вот вы слышали характерный звук вот собственно и есть затейливая кривуля ну что довольно неплохая с резонансом по низким что там на уровне 70 герц это значит что система вполне может работать с 50 40 с допустимой линейностью неплохое неплохое показание на высоких частотах максимальный пик импеданса до 10 там 11 он тоже не катастрофа для усилитель довольно легкий режим пару слов противоправления этой акустической системы маленький такой же как предыдущий модели которую мы рассматривали этой компании не знаю как она называется точно на пульте есть кнопки управления высокими частотами низкими частотами уровнем сигнала неким плеером который может быть подключен по bluetooth также есть кнопка выборов хода поинт то есть создание пары по bluetooth reset сброс также мьют и включение собственно питания нужно убедиться как она работает только нужно естественно держать зоне видимости этого датчика приемника пульта дистанционного управления вот bluetooth вот pc в частности сейчас она должна звучать от подключенной звуковой карты пультик элегантный маленький довольно многофункциональный как по мне достаточно совершенно в него функции прорезиненная поверхность поэтому он плохо скользит по столу хорошо лежит в руке таким образом то есть необходимо достаточно вполне мне нравится попробуем подключиться по bluetooth включаю здесь bluetooth выбираю на айфоне bluetooth другие устройства с пультика нажимаю кнопочку парень появляется тиви то есть куч то самая модель и которая мы ведем свой сказ нас соединяется и выбирая некоторую музыку некоторую музыку включаю она работает очевидно то есть невелика невеликая хитрость то есть вы видели что не вызвало это никаких совершенно не буду дальше гонять этот прекрасный трек чтобы не вызывать на себя гнев ютуба переключая обратно на писи и на этом испытание bluetooth что я закончу но могу отметить что качество звучания меня лично устраивает эта мультимедиа акустика она не претендует на какие-то музыкальные изыски хотя как по мне этот интерфейс bluetooth обычный 40 или 41 не так уже и много прямо уступает проводным соединениям крайне мере между ними не пропасть сейчас вам покажу некоторые измерения чеха в частности исключительно с целью показать разделение полоса вовсе для демонстрации линейности или отсутствие таковое мне нет такого оборудования нет метрологического оборудования и квалификации поэтому измерения носят условно характер однако где произведена сшивка между полосами мы вероятнее всего увидим сейчас я сделаю измерения проведу измерения одного из низкочастотных динамиков заодно кстати сравниваем одинаковые ли у них фильтры или нет слышали характерный звук и увидели вот такую вот кривую чем это выше ради сейчас я переставлю микрофон приблизительно такой же позиции ближе к этому динамику то есть будет море отражения от этого динамика от этого и от стены от пола откуда угодно но основной сигнал будет все таки и от этого динамика на что собственно и рассчитываю вот такой вот сигнала 2 для того чтобы отличать если их сложить мы увидим что что невероятнее всего соединены или параллельно или последовательно согласующей кроссовер разделительный фильтр у них одинаков ну и теперь естественно выскочит тот на динамик twitter я поставил микрофон условно напротив него еще я наверное такой штукой закрою эти излучатели чтобы не вносили слишком много своего влияния измерения да увидели здесь нечто конечно это посолу динамика выдает больше чем хотелось бы добавим туда этот сигнал который потом называем twitter и в общем скажем ничего не поймем потому что вероятнее всего сшивка происходит вот здесь вот на 1,8 килогерц что принципе довольно довольно низко но тем не менее для информации пойдет тут одно из двух либо здесь ибо здесь скорее всего конечно на 1,8 килогерц это фазовое искажение вот этот провал невероятный но тем не менее вот здесь возможно все это и шьется кстати твиттер рок довольно неплохо работает купленный мягенький твиттер рок для полноты картины необходимо измерить еще и отдачу порта что я сейчас сделаю вот мы видим как он работает назовем это порт и можно сложить теперь графики все вместе с измеренным прежде импедансом для того чтобы получить полную картину условных измерений работы этой системы вот это вот импеданс вы видите с настройкой порта на 70 герц предположим басовой динамики 1 2 твиттер и порт соответственно работает на частоте с настройкой 40 герц то есть это очень очень низкая хорошая настройка порта то есть и на 30 герцах потери составляют менее 10 дсб неплохо сейчас мы вместе с головой ну ему на послушаем как звучат эти колоночки расположены в студии студийном помещении условно говоря подготовленном для прослушивания я запускаю для этого на трек с youtube а надеюсь youtube не возражают против такого сперва включу запись нет а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok